Жизненная история, достойная ток-шоу. Синопсис такой. Многозетная мать совершила кражу и поехала в колонию на три года. Троих детей разделили по детским домам, а ее сожитель теперь пытается доказать, что он отец малышей и вернуть их в семью. Дело осложняется тем, что мать прежде была судима и отсрочку приговора теперь получить сложно. А отец только что выправил российское гражданство и в свидетельствах рождения детей даже не указан. Теперь на хит ходит по общественным организациям и просит помочь любимую вытащить из-за решетки. Героиня нашего сюжета многодетной матери воспитанницы детского дома всего 27 лет, а у нее уже насыщенная биография. Второй раз она осуждена по статье 158 за кражу. Как выяснилось, взяла у подруги 25 тысяч рублей. Та написала заявление. Даже вот подруга, которая написала заявление о том, что у нее украли деньги, сейчас очень хочет вернуть вспять. Она не думала, что могут быть такие суровые последствия и наказание такое строгое, что детей заберут в детские дома. Причем, как мы узнали в разные детские дома кровных сестер, что вообще очень страшно. На хиду не говорят, где находятся его дети. Официально по документам он никто и прав не имеет. Мужчина очень переживает и собирается бороться за семью и дальше. В департаменте соцзащиты нам пояснили, детей действительно разделили на два детских дома. Две девочки дошкольного возраста в одном и одна постарше в другом. Забрать их сможет только близкий родственник. Словам чиновники не верят, нужны документы. У них по документам мама одинокая, папа не значит свидетельство о рождении. Поэтому, если есть биологический отец, в данном случае только один путь, это в судебном порядке устанавливать отцовство. Процедура эта, в общем-то, не быстрая, но она вполне реальна. То есть папе необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства в отношении детей, которых он считает своими. Адвокат осужденный подготовил апелляционную жалобу в областной суд. Будет просить замены реального наказания на отсрочку. Потерпевшая оказалась ее подруга, близкая подруга. И она написала возражение о том, что она находится в следственном изоляторе и просила, чтобы суд смягчил приговор и оставил ее на свободе. Надо обратить внимание на то, что у нас в Ивановской области мать, имевшая четверть детей, очень мало. И потом, она прекрасная мама. Если вы заметили, все условия для детей есть. Поэтому я считаю, что областной суд с этим делом разберется. Займется Зульфалий Алиев и проблемами отца малышек. Что получится раньше освободить мать или передать детей отцу, пока непонятно.